Это пульс дня по скриптам. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. Зачастую на рынке криптовалют токены показывают высокую доходность. Например, в начале октября за неделю на 300% подорожала криптовалюта Шибаину. Великобритания из-за фосо-нивермага стал миллионером благодаря интересу к Шибаину. 35-летний Роб однажды наткнулся на информацию об этой криптовалюте. «Когда я прочитал статью, меня это зацепило», — говорит Роб. После этого он начал вкладывать свою зарплату в токены, и риск Роба оправдался. К маю этого года инвестированные им 8 тысяч долларов в криптовалют выросли в 1200 раз и превысили сумму в 9 миллионов. Роб признается, когда обналичил первые полмиллиона и увидел впечатляющую сумму на своем банковском счете, был очень впечатлен. Далее прямая речь. «Я вырос в довольно бедной семье, я никогда не мог даже представить себе такую сумму денег», — говорит мужчина. «С тех пор он бросил работу и занимается домашним хозяйством. Семизначная сумма в банке позволяет ему уделять все свое время семье». Есть определенные триггеры, которые могут являться признаком краткосрочной успешности токена, но в большинстве своем это крайне рискованные инвестиции, — предопредили аналитики. Те редкие случаи, когда токен покажет существенный рост, он имеет ровно такие же шансы обесцениться в следующие часы или даже минуты. Нужно помнить, что где высокая доходность, также высокий риск. Из-за ажиотажа вокруг криптовалют инвесторы теряют бдительность, и этим пользуются мошенники. Они продолжают использовать растущую популярность цифровых активов, чтобы привлечь и обмануть розничных инвесторов, что часто приводит к огромным убыткам, предостерегает комиссия по ценным бумагам и биржам США. Ежемесячно на крипторынке возникают десятки новых проектов и стартапов. Бум пришелся на 2018 год. Тогда возникло множество скам-проектов, которые собирали деньги с вкладчиков и после отказывались выполнять условия договора. Как понять, перед вами перспективная монета или банальный скам? К слову, даже наличие убедительного white paper, некоего внутреннего кодекса компании, не гарантирует, что проект не скам. Например, проекту PlexCoin удалось сделать блестящий white paper и собрать 15 миллионов долларов, прежде чем комиссия по ценным бумагам и биржам вмешалась и закрыла его. Аферисты порой придумывают фальшивых учредителей и биографии для своих проектов. Мошенники также часто прикрываются знаменитостями. Например, продвигают фейковую раздачу криптовалют от их имени. Нередки случаи, когда соцсети реальных людей взламывают и используют для мошенничества. Летом прошлого года хакеры взломали 130 аккаунтов знаменитостей в Твиттере. В том числе атаки подверглись странице Обамы, Илона Маска, Канни Уэста и Билла Гейтса. Мошенники опубликовали адреса криптокошельков с призывом прислать им криптовалюту на любую сумму и обещанием позже вернуть ее в двойном размере. Аферисты смогли собрать не менее 100 тысяч долларов с доверчивых пользователей. Капитализация криптовалюты и объемы торгов могут быть дутыми. Чтобы понять, насколько накручены объемы, стоит посмотреть, на каких биржах торгуется монета. Еще один индикатор – наличие у проекта надежных партнеров и крупных инвесторов. Например, это могут быть банки, платежные системы, IT-компании или венчурные фонды. Мошенники могут выдавать себя за госпроект. Например, шведский Центробанк заикнулся о возможности выпуска электронной кроны. Тут же стали активно распространяться статьи, сообщающие о запуске первой в мире децентрализованной монеты, официально поддерживаемой государством. В статьях были ссылки на веб-сайт, где валюту можно было якобы купить после регистрации. Шведский Центробанк уже выпустил предупреждение о том, что некоторые соцсети распространяют ложную информацию о продаже электронных крон, и что еще не решено, будет ли Риксбанк выпускать электронные кроны. Сколько людей попалось на удочку мошенников, пока неизвестно. В последние годы с обычными деньгами конкурирует криптовалюта. Первая и самая известная из них зародилась в 2009 году благодаря мифическому разработчику или группе разработчиков Сатоси Накамото, который назвал свое изобретение биткоином. Одновременно появилась специальная технология, обеспечивающая обращение криптовалют. Блокчейн. Ее особенность состоит в том, что сведения о совершенных операциях доступны заранее определенному кругу участников системы, при этом проводить их можно только с общего согласия. За обработку той или иной транзакции с последующим подтверждением ее правомерности полагается вознаграждение в виде некоторого количества самой валюты. Такой процесс называется майнингом. Вслед за биткоином появились и другие криптовалюты. Сейчас второй по значимости считается Ethereum, разработанная канадским программистом российского происхождения Виталием Бутериным. Благодаря главному устройству блокчейна децентрализации, криптовалюты могут существовать без вмешательства государства. Таким образом, реализованы идеи денег, над которыми не властны правительства, хотя это и создает риск их использования в незаконных целях. Тем не менее, некоторые государства всерьез рассматривают вариант легализации криптовалюты. Первый из них в сентябре стал Сальвадор, признавший биткоин официальным платежным средством. У аналитиков уже сейчас есть приблизительное представление о том, что будет происходить с деньгами в ближайшем будущем. Они предполагают, что собственные валюты появятся у корпораций, причем по надежности они будут превосходить национальные платежные средства большинства государств. Более того, главные международные компании объединятся в одну глобальную, которая сможет замахнуться на роль монополиста в мировой экономике. Правда, для этого придется соперничать с властями разных стран и организациями вроде Всемирного банка и Международного валютного фонда. По прогнозу министра экономики Бразилии Пауло Гудесу, уже к 2040 году в мире останется всего 5-6 валют, остальные просто исчезнут за ненадобностью. Альтернативный вариант – так называемые стейблкоины, представляющие собой криптовалюты, привязанные к запасам обычных фиатных денег, а значит, в меньшей степени подверженные колебанием курса. Два года назад Facebook уже попробовала выпустить глобальный стейблкоин под названием Libra. И хотя первый блин вышел комом из-за неверно просчитанных рисков и отсутствия договоренности с национальными регуляторами, в скором будущем, вероятно, пример с компанией Марка Цукерберга станут брать и другие. Некоторые прогнозы выглядят совсем утопично, но все равно привлекают внимание экономистов и набирают сторонников. Инженер-футуролог Жак Фреско рисует картину ресурсоориентированного мира, в котором блага будут признаны достоянием человечества и станут доступны без товарно-денежного обмена. Рутинную работу доверят роботам, развитие которых к тому времени достигнет пика, они же займутся грамотным и справедливым распределением ресурсов, что в теории Фреско приобретет решающее значение. При условии, что энергетика большинства стран будет опираться на возобновляемые источники, деньги, как вид расчета, потеряют актуальность. Пока такая модель выглядит слишком утопичной и больше соответствует взглядам марксистов, но мы отвлеклись. Изменения в любом случае заметит каждый из нас, трансформации ускорят проведение платежей, а также подключат к этому процессу множество устройств, используемых в повседневной жизни. Помимо уже применяемых смартфонов и наручных часов, будут задействованы браслеты, холодильники и телевизоры. Более того, расплачиваться можно будет при помощи лица или ладони за счет сканирования биометрических данных. Это же будет актуально и для банкоматов. При внесении и снятии денег больше не придется пользоваться картами, которые постепенно канут в лету. Некоторые экономисты уверены, что повсеместное развитие получит технологии магазинов без касс и продавцов. Уже сейчас реализуемая в тестовом режиме компания Amazon, посетителям не нужно стоять в очередях и пробивать покупки. Оплата производится автоматически за счет того, что умные камеры сканируют их и добавляют виртуальную корзину. Средства списываются со счета покупателя при выходе из магазина. В таких условиях банки станут полностью цифровыми. Потребность в физических отделениях полностью отпадет, и все услуги от открытия счета до оформления кредита можно будет получать через мобильное приложение. Деньги существуют столько же, сколько на земле живет человек. За это время они успели сильно измениться внешне, но не поменяли своего главного назначения – быть средством платежа и накопления. А заодно мерой стоимости. Современный человек существенно переосмыслил отношение к деньгам благодаря технологиям. С середины прошлого века развивается безналичная оплата, появляются новые способы, что значительно упрощает жизнь. В будущем люди наверняка еще не раз изменят отношение к деньгам и подход к привычным вещам. Более того, большинство нынешних национальных валют могут исчезнуть и уступить место корпоративным.